всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале о вышивке крестом сегодня я хочу ответить на вопросы тега эволюция от зрителя до блогера вышивать я буду наборчик фирмы dimension с африканские львы и мы с вами по вышиваем и я поотвечаю на вопросы так у меня готова моя вышивка я потихонечку буду вышивать мы с вами будем беседовать я надеюсь вы тоже конечно же вышиваете поэтому мы вместе проведем прекрасно это время итак первый вопрос когда вы начали смотреть рукодельный youtube вы хотели тоже начать снимать видео начала я смотреть youtube в 2013 году представляете как давно это было тогда из блогеров было алина рукоделия потом мы к ней присоединилась жанна ром еще несколько девочек было очень очень мало блогеров и видео выходили редко примерно раз в месяц алина тогда снимала ну вот примерно с такой периодичностью выходили видео я пересматривала каждое видео много много раз и конечно же ждала все эти видео тогда я только училась вышивать вышивала мою первую работу по схеме скачаны с интернета у меня была одна всего лишь это вышивка и вот я вышивала и смотрела youtube это у меня было такое мое время для отдыха так я отдыхала с вышивкой вот и конечно же глядя на девочек мне тоже хотелось в эту компанию мне тоже хотелось начать снимать видео но я себе не представляла как все это нужно делать и камеры заливать на youtube и я помню что я зарегистрировалась на youtube благодаря алине рукоделия потому что в какой-то момент она стала снимать видео больше пошла у нее отдачи и я подумала что ну вот девочка так старается с таким нам видео снимать но даже хотя бы комментарии написать лайков по наставить вот и я зарегистрировалась на youtube благодаря алине но и в какой-то момент я все-таки решилась и тоже стала снимать видео вот и вот 2013 года я до сих пор на youtube вместе с вами вот давайте посмотрим следующий вопрос вы долго решали снять свое первое видео следующий вопрос но вообще-то долго я решалась я сначала как я сказала вышивала только одну работу и я подумала ну вот как мне только один процесс у меня нет нечего показать нет у меня каких-то запасов там еще каких-то вещей но тем не менее мне все равно хотелось в тусовку поэтому я долго думала но все равно решилась и тоже присоединилась девочка мы вот как-то так потихонечку пошло пошло и вот до сих пор мы вместе как я уже сказала третий вопрос вы думали снимать видео для youtube а легко оказалось оказалось но я сама начала думала что это будет сложно в любом случае это время какая-то подготовка и это ответственность начинает снимать видео нужно продолжать снимать видео с периодичностью и ведь понимаешь что это не всегда есть время не всегда есть настроение это все таки творческий процесс нет видео не не работа что от хочешь не хочешь устал-неустал идешь на работу видео это сети какой тех порческий процесс настроение поделиться своим настроением конечно же хочется делиться хорошим настроением делиться чем-то интересным и мне казалось что я не смогу вести канал я его быстро закрою откуда мне столько времени и вообще как все это будет мне казалось что я вот не справлюсь я первое видео когда снимала так робко было я не знала что рассказывать мне какая-то камера такая была старенькая вот и там какая-то вышивочка мне было я там про нее что-то рассказывала в общем такие конечно у меня были очень двоякие эмоции то ли снимать то ли не снимать и и как я буду дальше что делать ну в общем как-то я справилась моими первыми такими робкими эмоциями видео конечно первые у меня были с огрехами освещения то еще что-то то 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 другое но я старалась учила разные монтажные программы смотрела как сделаю девочки что-то в общем старалась и делать я не конечно было очень тяжело потому что в это время я 2010 году я приехала в грецию языка не знала и мне нужно было учить язык язык сложный нужно было вливаться вообще в общество учить язык много всего читать и я конечно больше уделяла этому времени параллельно пыталась что-то как-то еще уделять время своему рукоделию поэтому мне было очень сложно ну вот вот что-то что-то я все-таки конечно же смогла освоить и продолжая снимать видео конечно я не могу сказать что я прям уже достигла какого-то уровня что я прям супер вал нет есть еще грехи есть к чему еще стремится совершенствоваться хочется делать более интересные видео ну вот что получается то получается конечно нужно еще работать но по сравнению с первым видео конечно я думаю что есть прогресс я думаю что у меня есть зрители которые много лет со мной и конечно же одни наблюдают как как меняется канал вот мне конечно будет интересно если есть такие зрители если смотрят этот тег это видео напишите вот кто со мной сколько сколько лет не правда будет очень интересно посмотреть если вот те зрители которые много лет находятся на youtube и вот помнят то то наше время так следующий вопрос насколько быстро ты решилась показаться в кадре зрителю насколько быстро насколько быстро а знаете была какая-то тенденция какие-то теги что-то познакомимся или что-то такое и и тогда девочки стали снимать видео как говорится лицом в кадр малина начала и по-моему алина начала и мы все так дружненько все повылазили цветочки к солнышку все взяли камеры и как смогли начали вот тоже снимать видео лицом в кадр дам была такая тенденция но я тоже как все тоже снимала такие видео я думаю что что такие видео тоже полезны зритель нас видит мы становимся более как бы ближе друг другу я стараюсь периодически делать такие видео пришли всегда получается вот потому что нужно все таки как-то готовится но я думаю что такие видео конечно полезны полезны чтобы мы мы увидели кто кто находится на этом канале так и тут уже дошила чуть-чуть сейчас я закреплюсь возьму новую ниточку и мы с вами продолжим такой процесс приятный я вот сейчас его переставила на на раму я вышивала на на пяльцах скажите на пяльцах а а сейчас переставила на раму все таки как удобно вышивать на раме вся поверхность перед глазами можно аккуратно вышивать ничего не загибать все это так хорошо видно вышиваешь себе но я люблю вышивать на раме это конечно очень классно очень удобно так сменила я иголочку с ниточкой следующий вопрос пятый как вы воспринимаете негативный комментарий когда автор этого комментария не прав но обидеть вы не хотите знаете я такое наверное все таки и счастливчик у меня практически нет негативных комментарий и вот так откровенно таких вот злобных у меня нет до была ситуация когда когда у нас была ситуация и сняв одно видео ко мне приходили писали разные такие странные вещи и и да и приходили писали просто откровенно просто вот гадости но это приходили я думаю так описали те люди которые видео не смотрели им что-то сказали их науськали и вот они пошли писать потому что те кто посмотрел все адекватно просто пообщались на эту тему обсудили а те кто не смотрел те же просто злобно пришли им сказали вот идти туда писать пришли и писали разные гадости и это было видно потому что то что не писали я этого не говорила в видео и и на что человек вообще не нефти не в теме просто он не видел видео и просто пришел написать вот именно гадость ну больше у меня таких случаев не было у меня все зрители адекватные все интеллигентные каких-то таких гадостей мне не пишут есть замечание к видео и я к этим замечанием прислушиваюсь вот правда очень и не нужны потому что если бы я сама видела свои ошибки при съемке я бы конечно же не снимала с ошибками я просто их не замечаю где-то у меня может быть света не хватает картинка звук еще что-то есть мне пишут девочки что либо тебя там вот то то я обращаю внимание стараюсь исправить еще какую-то возможность бывает знаете поставишь камеру она снимает и только при загрузке я вижу что вот света не хватило вот здесь вот что-то еще что-то а уже все я видео снять сняла и исправить не могу вот бывают еще конечно такие моменты но я всегда прислушиваюсь и всегда прошу если вы видите что мне какие-то ошибки что-то я неправильно снимаю звук не устраивает что-то вы мне пишите очень стараюсь тоже обращать внимание на звук корректировать особенно когда есть и склейки вставки и бывает первую часть видео снимаешь повернутый смотришь как бы ближе к камере и когда говоришь идет звук более сильный вторая часть может быть звук более слабый и вот при склейке есть такие моменты когда звук прыгает стараясь выравнивать но такие технические моменты всего не углядишь нужно очень хорошо знают все эти программы технику я не очень хорошие так сказать пользователь в этих программах хотя у меня есть contasia studio хорошая программка такая она объемная там много функций но вот всю ее выучить это конечно же сложно нужно проходить специальные курсы но вот то что могу всегда стараюсь как-то что-то потихоньку подсчитываю изучаю стараясь улучшить и качество чтобы и зрителю было приятнее мне интересно совершенствоваться улучшаться что-то как-то искать делать что-то интересное чтобы и мне интересней выучить что-то новое какую-то освоить новую программку старая стараясь конечно вот но не всегда на все хватает время потому что действительно сейчас технология настолько уходит вперед все эти камеры и мобильные телефоны настолько уже вышли новые с новыми функциями что просто даже не успеваешь их обновлять и изучать и их функции ну всегда стараюсь прислушаться к зрителю и улучшить что-то своих видео так 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 где я где я сейчас минуточку я посмотрю где я вышиваю то мы так хорошо с вами беседуем я могу потеряться а я не слышала уже эти крестики быстро они у меня тут заканчиваются так и так что вопрос спустя год ведения канала а может и больше у вас возникало же желание закрыть канал если да то почему до возникало у меня такое ощущение такое такие мысли закрыть канал и не раз знаете почему у меня был такой период вот и когда я вот практически не вышивала у меня были курсы и я у меня был такой очень жесткий график целый год я в 7 часов утра просыпалась уходила на работу в 4 я уходила с работы 5 я была на курсах на курсах я была до 11 до 10 в 11 я приезжала домой до 12 и где-то до пол первого я что-то там по дому приготовить что-то вот какие-то такие хлопоты спать и вот так а субботу воскресенье я тоже была на курсах до 7 часов вот и в таком режиме я целый год целый год я была конечно это очень сложно и и я практически не вышивала но я все равно что-то там вышивала что-то как-то в перерывах брала с собой где-то как-то в перерывах что-то вышивала пыталась были у меня даже какие-то результаты вы знаете такие крохотные и я понимала что я не могу уделить время каналу так как хотелось бы и я вот думала что может быть закрыть канал а дальше вот может быть у меня тоже не будет времени на вышивку были такие мысли но все-таки не закрыла вот продолжаю вести как-то стараюсь находить время и на вышивку и на канал и еще знаете вот какая была у меня мысль вот когда я была на курсах у меня времени на вышивку них не было а тем более на ведение канала ведь это тоже время и я вот думала что может быть закрыть канал и сделаться просто вышивальщицей но все таки все таки не смогла знаете почему зрители зрители пишут письма юля где ты возвращайся вот это очень сильно очень сильно конечно подстегивает и все таки не дает вот совсем забросить понимая что все таки есть люди которые ждут видео им интересно и вот какая-то может быть ответственность ваша обратная связь общение все таки вот эти моменты они меня остановили от закрытия канала и я так подумала ну ладно ну как получается буду снимать видео даже в раз в месяц кому-то это интересно вот я тоже я же тоже и подписчик не только блогер и также дня есть блогеры девочки которых я очень люблю и жду их видео и у них есть дети семьи работы и все успевают и еще и вышивать успевают еще и видео снимать успевают и конечно даже не так часто бывает и раз в месяц всего лишь выходят видео но тем не менее я ценю и жду эти видео я понимаю что человек ну вот вот прям вот вообще очень старается чтобы чтобы оставаться на связи и несмотря на всю загруженность что-то вышивает и снимает видео и мне эти видео очень дорогие я и жду удовольствием смотрю пересматриваю жду жду вот каждый месяц эти видео потому что ну мы все разные нам кто-то нравится больше как-то мы сходимся по 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 каким-то не знаю характерами по манере речи мы друг друга воспринимаем по нашим вышивкам может быть на вышивки какие-то больше сближают и неважно снимая человек часто видео или редко просто нравится и ждешь эти видео ну и вот так вот я решила думаю оставлю я свой канал буду снимать хотя бы раз месяц для тех кто ждет мои видео и будем вот так вот общаться вот ну сейчас времени чуточку побольше и я стараюсь почаще снимать видео даже старая сделать влоги пишу девочки что интересно нравится вот буду стараться показывать еще какие-то интересные места но сейчас видите карантин мы сами-то никуда не ходим поэтому кроме гор показать мы пока больше нечего надеюсь что весной смогу показать что-то более интересное ведь у нас много всего интересного археологические разные памятники места я люблю ездить поэтому надеюсь вам буду показывать всякие интересные вещи так а следующий вопрос седьмой сейчас снимая видео часто вспоминать и свои мысли когда были просто подписчикам и думали ну чего сложного сидеть перед камерой и говорить но я так не думала я всегда понимала что вот снимайте видео это действительно работа время это нужно выйти из своей зоны комфорта особенно девочки которые показывают свой дом свой быт и все это нужно выйти из зоны комфортно и нужно понимать что не только друзья и подписчики смотрят канал которые нормально будут к этому относиться есть такие которые просто вот заходят и ну вот просто люди со стороны могут писать разные вещи это это на самом деле непросто решиться я вот на это не решаюсь вы я когда делала ремонт дом не просили вы показать я не решилась потому что я понимаю что будут заходить разные писать всяко вот и решила что нет только вышивка вот вышивка да все что там более личная уже стараешься держать при себе так и завершила значок мне снова нужно поменять поменять ниточку я смотрю какую бы мне взять что-то тут у меня все быстро заканчивается так я подготовила зерла новую ниточку читаем вопрос ведете свои сп или вышивальные игры и если да то был момент когда вы радовались или сожалели о том что взялись за это да я веду сп на своем канале уже долгое время сейчас у нас проходит 2 сп это моя зима и мои любимые коты 3 были ли такие моменты когда я радовалась или когда сожалела были моменты когда я радовалась мне очень приятно когда девочки завершают свои работы особенно там а когда долгострой и и не только долгострой вообще когда завершают свои работы когда добиваются каких-то результатов я очень рада и пишут что вот благодаря испы я смогла завершить эту работу потому что меня это вдохновляло меня это подстегивает и вот я организовалась и завершила я очень-очень этому рада и и знаете и я вместе с вами точно так же заряжаюсь вашей энергией я у как блогер многопроцессница у меня часто бывают такие желания поменять процессы и все забросить начать все новое а тут испы это уже все-таки ответственность организация и берешься за процесс продвигаешь вышиваешь и вот смотрю благодаря испы сколько работ я вышла и вот действительно очень много работ я вышла благодаря испы особенно тех которые поначинала и вот лежали-лежали включаешь в сп смотришь вот все вышел из работа какая красота и для меня это очень очень дорого вот эти все моменты сложности единственное у меня сложности с сп это делать отчеты потому что программа в которой я работаю она ну наверное не предназначена для такого объема какой я делаю то есть не просто фотографии у меня музыка накладывается комментарии накладываются и она очень медленно обрабатывает информацию у нее бывает такое что она сбрасывает сама сам монтаж то есть уже когда набран видеоряд и я ставлю на монтаж она может у меня бывает так монтирует монтирует останавливается включая заново заново монтирует по пять по шесть раз в день два она бывает монтирует одно видео не справляется программа и и в этот момент я очень расстраиваюсь потому что я сижу постоянно у компьютера я слежу чтобы она монтировала чтобы нужно было перезагрузить компьютер или еще что-то очень много конечно таких технических моментов которые меня расстраивают и пока я не нашла лучшую программу чтобы вот можно было делать такую сборку борюсь с техникой учусь что-то читаю разбираюсь ну пока так есть сложности это меня расстраивает но сам сп видение сп меня конечно же очень вдохновляет особенно когда я вижу отшивы и девочки присылают отчет и такая красота спасибо вам девочки за участие за вашу активность за фотографии красивые за комментарии за все я очень классно провожу с вами время надеюсь вы тоже у нас такая компания собралась очень дружно я можно так сказать и из одного из пи в другое наша компания вот мы все вместе вот так и переходим вместе находим процессы и из одного из пи переходим в другой из пы вышиваем общаемся продвигаем процессы конечно это очень очень классно спасибо большое за ваше участие надеюсь мы и дальше будем добиваться таких же хороших результатов в наших вышивках так я надеюсь я тут правильно иду вышивать вроде правильно так 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 шьем 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 наши полукрестики такой процесс классный так что дальше 9 снимая видео сейчас имея уже опыт съемки ты прислушиваешься к просьбам своих подписчиков и зрителей или снимаешь только то что считаешь нужным я конечно же очень прислушиваюсь и всегда прошу писать мне какие-то пожелания какие-то замечания стараюсь держать общение со зрителем это очень важно вот но не всегда все получается мне просят девочки бывают делать какие-то запросы но вот иногда бывает у меня что я не могу снять видео по техническим причинам работа еще что-то знаете я стараюсь но в такие моменты когда у меня что-то не получается вот сейчас ставь снимать видео на youtube ты остаешься зрителем или теперь смотришь рукодельные видео только для того чтобы быть в тренде я остаюсь зрителем я в первую очередь для себя я зритель потому что для меня вышивка связана обязательно с ютубом я иногда переключаюсь на сериалы смотрю сериалы но вот без youtube я не могу это это мой вдохновитель youtube и его знаете я на youtube что что мне дает во первых я обучаюсь очень много я узнал о вышивке именно с youtube сама бы я этому училась очень долго и не знаю если бы научилась и парковку здесь и стольких производителей очень многому я научилась на youtube во вторых я смотрю на отшивы на дизайны есть девочки у которых есть время и они прорабатывают магазины интернет-магазины и изучают производителей делают какие-то покупки что-то где-то находит я понимаю что на это тоже очень много надо время сесть поискать ознакомиться с магазином почитать отзывы сделать ну сделать заказ это ладно быстро но вот определиться с выбором магазина что-то купить и пересмотреть все дизайны которых сейчас миллионы схемы и все что угодно это конечно большая работа и и я знаете я это тоже ценю я вот захожу к некоторым девочкам я смотрю что они вышивают у них учусь узнаю о новых производителей как это смотрится в отшиве потому что одно дело это схема посмотреть как она выглядит и я бы эту схему наверное никогда бы не купила а когда смотришь что получается в отшиве уже совсем другая картинка и понимаешь что-то красиво вот поэтому я не стесняюсь покупать и вышивать то что уже вышли другие девочки потому что ну как бы я вижу отшив мне нравится и я пользуюсь опытом других вот если мне что-то не нравится я не покупаю а вот у меня большинство покупка покупок сделано на впечатлениях о вот видео других девочек особенно димэншинс насмотрюсь как красиво смотрится вышивка и все и мне надо мне обязательно надо вот поэтому о чем мы с вами о зрителях да поэтому я зритель я зритель ищу тут зритель обязательно зритель youtube для меня и вдохновение и учитель и друг я люблю рукодельный youtube и мне хочется чтобы он все-таки оставался добрым чтобы чтобы никакие факторы не влияли на на наше сообщество потому что у нас все таки сообщества блогеров сейчас много но тем не менее мы все как бы друг друга знаем мы все вот в одно в одном сообществе и наше сообщество должно быть добрым позитивным нужно стараться стараться чтобы она таким и оставалась чтобы нам было приятно всем заходить общаться и мы знали что мы здесь друг другу друзья вот какие у нас еще тут вопросы как зритель ты поддержишь новичка при съемке видео или сразу станешь и рассказывать ему в комментариях о том что он делает не так как как зритель так сейчас мне нужно определиться про сначала со значком и ниточкой что я вышивать буду сердечко минуточку сердечко сердечко-сердечко надо искать сердечко давайте искать сердечко такой интересный бленд здесь такая сиреневая ниточка со светло-коричневым интересный бленд крестик будет вышиваться что у нас здесь этим крестиком будет вышиваться сердечко ну ладно так еще раз читаю вопрос потому что я отвлеклась 11 как зритель ты поддержишь новичка при съемке видео или сразу станешь рассказывать ему в комментариях о том что он делает не так зритель конечно я поддерживаю новичков у я вообще не не строгие не строгий зритель я понимаю что то начинаю только снимать видео учатся и ищут свой вариант к подачи материала если мне как блогер нравится человек и не хочется чтобы он развивался я вижу что-то что я могу подсказать я обязательно пишу там если что-то звук или еще что-то я могу написать но мне кажется сейчас даже ну вы девочки которые приходят на канал на youtube они уже много лет смотрят и youtube и они у нас видят все наши ошибки наблюдают как мы снимаем видео и уже приходят с каким-то опытом и со своим пониманием поэтому я не вижу вот прям таких вот явных ошибок уже все научены и что да как умеет снимать видео знает какие видео имеют больше всего просмотров начинают с рулонов с процессов 100 процессов 50 процессов рулоны поэтому мне кажется что это раньше у нас мы когда начинали мы не знали что да как делать а сейчас уже все очень научены и фотофоны освещение кстати вот у меня нет ни одного фотофона потому что наверное у нас где-то продают но вот сколько я искала я не могла найти у нас фотофоны вот а заказывать откуда то не хочу вот так вот как-то сейчас сейчас почитаем следующий вопрос он как здесь приятно вышиваются крестики полукрестики прям не оторвешься от этого процесса красота следующий вопрос двенадцатый как творческому человеку к вам приходят новые идеи часто ли вы их воплощаете в жизнь на канале или при осмыслении как это реализовать откидываете как много и часто какие-то творческие идеи знаете бывают посещают не какие-то идеи хочется снять что-то новое интересно но вот правда у меня не хватает времени и я блогер вот есть у нас девочки ночные вышивальщицы вечерняя я на ночной блогер у меня съемка видео происходит в основном вечером и либо от субботы до субботы потому что воскресенье у нас семейный день мы обычно с мужем куда-то идем гулять какие-то домашние дела нужно что-то сделать вот и на видео у меня по-хорошему всего лишь там один день субботу я могу уделить несколько часов чтобы снять смонтировать чтобы снять это нужно собрать все процессы всю эту кучу притащить найти где что вспомнить разобрать потом это все вот поэтому как-то так на какие-то именно творческие идеи что-то новое какой-то другой контент как-то что-то организовать у меня на это просто даже нет элементарно просто времени не получается когда у меня есть бывают наверное какие-то отпуска какие-то моменты я у меня несколько раз такое было я пыталась я снимала много видео и болталки и теги и всякие интересные видео так конечно это классно но это время времени нет поэтому все мое творчество сводится к тому чтобы раз в неделю собрать хотя бы свои вышивки ну и показать вам что я там за неделю смогла на вышивать да и вышиваю я всего лишь по три часа наверное вот сейчас в день раньше у меня получалось побольше но три часа тоже неплохо вот какие-то продвижения у меня есть я не могу засиживаться допоздна потому что у меня нарушается график я потом не могу как бы проснуться в то время в которое нужно и включиться в рабочий процесс потому что вот у меня график такой что мне нужно в 12 часов максимум идти спать вот сейчас я тут дошью крестики и мы почитаем следующий вопрос какой процесс постоянно говорю не могу оторваться так хочется его вышивать и вышивать сегодня сидела на работе и думала о кресиках так я с ними скучала хотела повышевать так 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 где мы где мы вот здесь окей так читаем почему на вашем канале нет отпуска или он есть и вы просто снимаете видео вперед на моем канале нет отпуска на моем канале был отпуск ну был отпуск в то время когда я мало вышивала вот я снимала редко видео поэтому в принципе так сказать что на канале отпуск это для тех блогеров которые снимают практически каждый день есть же блогеры которые именно работают на канал у них часто выходят видео там совсем другая история вот но у меня идет как идет ведь у нас все таки вышивка она немножко нас ограничивает да конечно можно всегда придумать разные идеи но для того чтобы снять видео надо что-то вышить без вышивки как-то много не наснимаешь вот поэтому как такового отпуска нет но могут быть задержки в видео стараясь хотя бы один раз в неделю конечно же сейчас снимать видео вот поэтому как-то так следующий вопрос раздражает ли вас что подписчики считают что назвав имя дизайнера или рукодельный магазин или производителя наборов для вышивки вы его рекламируете а после неудачного заказа схемы виноваты будете вы ну да такая уже стала немножко больная тема и я думаю здесь не виноваты подписчики что вот такое произошло я это все знаете кто как воспринимает мы как блогеры мы должны делиться всем где купили что купили мы рассказываем мы покупаем это за наши деньги даже если подарок если это на отшив мы тоже это говорим иначе ну как ну ну как мы тогда будем делиться тем что мы нашли что мы вышиваем о новинках что вышивать новинку какую-то схему оригинальную не рассказывать не может такого быть поэтому конечно будут называться и производители и магазины это реклама пусть не действительно реклама прямая проплачены да в любом случае это реклама но к этому нужно относиться нормально потому что это в нашей жизни нам это нужно на самом-то деле мы делимся этой информацией почему люди относятся болезненно потому что нужно перестроить нашу психологию вот в Америке к этой теме относятся очень нормально люди привыкли что люди зарабатывают деньги у нас наверное еще от советского воспитания заработать деньги это как-то не очень хорошо все работали на благо отечества за благодарность но на самом деле мы же все хотим чтобы нам платили достойные зарплаты мы хотим возможность заработать поэтому нужно нормально относиться к тому что что кто-то рекламирует кто-то зарабатывает потому что и вы будете зарабатывать должен быть этот оборот нужно всем как бы делиться информацией будет вот обороты вам что-то придет человеку другому что-то придет и то что есть какие-то огрехи у производителей и обвинять в этом блогера это тоже неправильно потому что блогер не может нести ответственность за все производство может быть магазин вначале выпускал вот так товар потом стал выпускать по другому товар блогер же здесь ни при чем у меня была такая история я очень-очень давно вышивала на набор фирмы Риолис там собачка такая куртсхар на охоте это была сборка ну старой комплектации раньше вот когда были у Риолиса нитки в моточках их получалось больше их оставалось очень много и можно было вышить действительно даже вторую работу и в каком-то видео я когда снимала и показывала что вот можно даже вторую работу вышить сколько не так осталось и вот так и сяк и спустя лет пять кто-то видно искал отшивку по этой работе девушка нашла это видео посмотрела где я говорю такие вещи и пишет мне что вот посмотрите что вы тут сказали что вот можно даже этими нитками и две работы отшить а теперь Риолис изменил комплектацию значит там нитки на планшетках и ниток мне не хватило ну вот у всех свое восприятие кто-то вот посмотрел видео и понял что вот блогер виноват так сказал значит все Риолис поменял прям свое производство меня посмотрели и думаю что ага все вот там Юля вышла все мне так меньше вдвое положить нет это производителя свои расчеты новая технология пришла новая намотка пришла машина намоточная и у них другой расчет вот и все и блогер здесь ни при чем поэтому все зависит от того как мы все воспринимаем любую информацию нужно понимать нужно смотреть когда было снято видео и понимать что все равно нужно все перепроверять вот я считаю что блогеры должны делиться тем что они вышивают как это называется где купили потому что и вот к примеру я учусь у девочек смотрю где кто покупает для меня это тоже важно я бы сама не нашла эти магазины побоялась бы каким-то магазинам обращаться да бывают неприятности ну точнее они один раз случились у нас на youtube но это же не значит что теперь все вот так да нужно через это пройти и идти дальше идти дальше потому что хороших людей на самом деле больше вот вот я не понял этот вопрос вы используете свои иголочки в метании фото нелюбимого блогера у меня нет нелюбимых блогеров я не ставлю себе цель сидеть и метать иголки если мне человек не располагает его видео меня не вдохновляет я просто не смотрю видео вот но так чтобы ставить себе какую-то цель и там сидеть смотреть и злиться нет зачем тратить свое время на негатив есть очень много хороших блогеров которые мне нравятся и буду смотреть то что меня вдохновляет вот так стресс в любом случае бывает от ведения канала как вы с ним справляетесь да бывает стресс никуда точно от него не денешься как справляемся со стрессом значит со стрессом на youtube я справляюсь таким образом я иду смотреть сериалы отвлекаюсь от youtube посмотрю себе сериальчики все проходит и все хорошо а когда у меня стресс на работе я смотрю youtube я отвлекаюсь на крестики и тогда тоже мне становится легче знаете крестики это настолько для меня важная часть жизни отвлекает меня вдохновляет меня и я очень люблю на самом деле вышивку и очень-очень часто скучаю по крестикам когда у меня мало времени повышевать вот если я не посидела так хорошо за вышивкой не повышевала то на следующий день я вот прям чувствую у меня уже такая знаете ломка чувство что вот не хватает ни крестиков а если я долго не могу повышевать вот так хорошо тогда все мне тогда уже тянет на покупки это уже конечно очень опасный момент нужно обязательно тогда делать какой-то старт иначе я ухожу в ухожу в покупки в шоппинг в шоппинг не могу остановиться компенсирую себе вот эту недостачу крестиков покупками вот вопросы закончились вышивка у меня здесь хорошо продвигается я прям так увлеклась очень приятный процесс и сейчас я камеру выключу и прям вся уйду в крестике отдамся сегодня полностью этой вышивке вот мы тут с вами чуть-чуть совсем повышивали поболтали я надеюсь вы хорошо провели время пишите все что думаете будем общаться на этом и все до новых встреч всем пока пока мур накупался теперь сидит рядом здесь обогреватель стоит рядом с обогревателем греется что плохо тебя покупали облизываешься это 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 что теперь играться кто мне тапки погрызть кто мне тапки погрызть вот у всех коты помогают вышивать а мне такой помощник помогает с тапками в доме не осталось ни одной пары я люблю тапки с пушком вот такие видите все погрызанная это чтобы мне вентиляция работала правильно бор